Скажи, пожалуйста, тебе приходится в данном фильме, в общем, держать весь свой гнев, связанный с этой ситуацией, практически до самого конца, когда ты его, наконец, выплёскиваешь, после того, как ты лицом к лицу сталкиваешься, в общем, с главным, как бы, злодеем этого фильма. Вот, и это отчаянный момент, достаточно, вот, и ты говоришь там, что я... Более того, унизительный даже какой-то смысл. Да, да, вот вам могу сказать, а вот ему, вот, я ничего не сказал. Тебе доводилось общаться с такими людьми, и насколько ты чувствуешь себя способным, например, в критический момент просто высказать в глаза человеку то, что ты считаешь нужным? Ну, значит, мне доводилось встречаться, у меня были такие моменты в жизни, когда меня унижали, и когда я просто затыкал рот, потому что я понимал, что человек у меня сильнее, и энергетический, и физический. Вот, я помню, как мы с Лёшей стояли в общежитии, и там просто подошёл человек и сказал, а где Аня? И мы просто с Лёшей упали, как, кто? Они бы рады были сказать, где она. Аня, Аня, вот там! А мы такие стояли, такие... Были сказать друг на друга, что мы Аня. Да, то есть, а где Аня? И мы такие... Аня, везде! Аня, пожалуйста, где ты хочешь, чтобы она была? Нет, нет, я помню, Слава, как мы с Сашей всё-таки с тобой вступили в неравный бой с ним. Я помню, как я один раз с Камилем на Пушкинской площади, если у нас ещё есть время, мы вступили за двух девушек, которых просто взяли за волосы и хотели, там, не знаю, изнасиловать. Я сказал, что я милиционер, я капитан милиции. Пока что это видно. А это было по мне видно. И я так попёр на людей своими эмоциями, какими-то там актёрскими способностями, которые... Почему он говорил, что сколько ты уже, там, 10 лет как опера? Да, мы тут ловим сейчас вот... Погадаться сходилось. И ребята, ребята, ребята сломались. И я понял, что иногда, конечно, вот эта вот энергия, она... Даёт свои плоды. Да, да, можешь взять.